Сначала, наверное, можно сказать про саму близость, и в самом слове «близость» заложено понятие, наверное, про дистанцию, то есть насколько я могу быть близко к другому человеку или насколько мне некомфортно быть близко с ним, и тогда я располагаюсь по отношению к нему дальше, ну на определенной дистанции. Я думаю, что если говорить про физическое приближение, то, наверное, это связано с тем, насколько мне безопасно рядом с другим. Вот если я там иду по улице и вижу человека или, к примеру, нахожусь в одном помещении с кем-то, я могу, ориентируясь на свои ощущения, понимать, насколько близко я могу физически к нему подойти или, допустим, мне опасно почему-то, и тогда я эту дистанцию соблюдаю. Если же нету никакой физической реальной угрозы, но вот этот страх все равно остается, тогда можно говорить, возможно, про страх стыда или про ну какой-то страх перед психологической болью, если считать, что такое понятие есть. Поэтому вот эта возможность быть близко рядом с другим, я связываю с уязвимостью и с открытостью, с тем, насколько рядом с другим я могу быть собой, я могу быть с какими-то своими сложными чувствами, я могу быть откровенным, открытым, ну, обнаженным, грубо говоря. И если есть такой опыт в жизни, ну, какой-то позитивный опыт, когда я был близко рядом с другим, был принят, встречен в том, какой я есть, то это хорошо. Но бывает такое, что такого опыта нет, вот этого безопасного опыта нахождения в открытости очень близко к другому. И тогда возникает этот страх, что я боюсь быть отвергнутым, непонятым, высмеянным, невстреченным, грубо говоря, со всем тем, что у меня есть. И я начинаю бояться приближаться. Я думаю, страх близости формируется еще в раннем возрасте, потому что первые наши близкие отношения – это отношения в нашей родительской семье. И классно, когда этот опыт быть рядом с кем-то другим, он позитивный. Но бывает по-другому. Бывает, что первый опыт близости достаточно токсичен. Я думаю, что здесь имеет смысл говорить про два страха, которые могут лежать под страхом близости – это страх оставленности и страх поглощения. Они часто такие, ну, чувства перевертыши, один за другим прячется. Если говорить про страх оставленности, то это возможно, когда я был в близости с кем-то, и мне там было хорошо, и тепло, и уютно. Но потом я был брошен или резко оставлен. И это было больно, и это было травматично. И дальше, следовательно, я боюсь вступать в близкие отношения или строить какие-либо отношения, потому что я боюсь, что я опять подойду так близко, и привяжусь, и привыкну, и меня бросят. И, следовательно, вот этот страх брошенности или оставленности, он не даёт вступать в близкие отношения. Второе – это страх поглощения. Это когда, допустим, близость была такая иерархичная или вертикальная, или когда другой человек, который был мне близкий, возможно, родитель, очень сильно подавлял мои собственные импульсы, мои желания, мои какие-то мечты, может быть. И это тогда, когда в близости я перестаю существовать со своими потребностями, с тем, какой я есть, и даже плохо слышу на самом деле уже, чего я хочу. Если этот навык не пригождался на протяжении долгого времени, то он даже может атрофироваться. В смысле, я не просто не могу делать то, что я хочу, или не могу рядом с другим делать то, что я хочу. Я даже не понимаю, или не слышу, или не задумываюсь над тем, как я хочу быть. И, следовательно, когда я вступаю в близкие отношения, вот это вот, ну, такой паттерн поведения, что ли, или такой автоматизм, он вот приносится опять. И я опять пропадаю или исчезаю в этих отношениях, мне сложно поставить свои границы, сложно быть собой. И, следовательно, я тоже боюсь этой близости и боюсь в эти отношения, ну, вступать, чтобы не исчезнуть в них. Если я не состою в никаких отношениях вообще, собственно говоря, но если там у меня никогда не было отношений, или достаточно долгое время нету отношений, ну, то это может говорить про то, что я каким-либо образом избегаю близости. Или, к примеру, еще может быть такой вариант, когда я выбираю дистантного партнера. Ну, вроде бы он есть, это может быть кто-то, кто живет в другой стране, к примеру, или состоит в других отношениях, или не любит меня взаимно. Ну, в общем, что угодно, когда вот приблизиться и быть как-то качественно вместе невозможно. И тогда, ну, вроде чувство меня есть, и вроде я даже кого-то люблю, и даже хочу с ним быть, и даже хочу быть близко. Ну, вот такая судьба, так со мной случилось, что человек этот находится на определенной дистанции от меня. Я думаю, что здесь важно присвоить себе некоторый свой выбор про то, что я выбираю дистантного партнера. И, следовательно, это как-то необходимо для меня сейчас или быть в таких отношениях, или это единственный вид отношений, который сейчас для меня является возможным. Потому что вот я когда читала такую книгу, она называлась «Женщины, которые любят слишком сильно». Она была про то, как женщина любит какого-то мужчину, и вот она хочет с ним быть, а он такой всё время дистанцируется, или какой-то убегает, или уходит, или пропадает. И там вот был такой момент, что важно присвоить своё собственное желание свободы, и своё собственное желание необходимость дистанцироваться, иметь какое-то личное пространство. Потому что часто это не присваивается, и тогда кажется, что это партнёр такой уходящий, отходящий или убегающий. Вот, а на самом деле я не просто так его выбрала, такого партнёра далёкого. Значит, мне нужно много пространства, или я не готова ещё быть так близко. Страх близости на отношения влияет таким образом, что близкие отношения построить практически невозможно. Ну, в смысле, я думаю, что страх близости мешает построению близких отношений. Есть такие пары, где постоянно вот эта такая игра разыгрывается, или ты от меня, тогда я как-то за тобой, хочу тебя в эту близость. Там заполучить каким-то образом. Но как только ты приближаешься и готов быть со мной, тогда я начинаю каким-то образом отходить. И вот эта встреча, она, собственно говоря, никак не случается. Вот ещё говорят, что это там, что недоступность, к примеру, привлекает. Что вот мне нравится, когда мой партнёр недоступный. И вот там, допустим, мужчина добивается женщины, всё время такая недоступная хочет оставаться, а он, значит, чтобы её завоёвал. Тогда это не совсем про близость, потому что рано же или поздно как-то придётся стать близкими. Но если это там про длительные отношения или про построение какой-то семьи, не будешь же всё время изображать недоступность и куда-то там от него отходить. Я думаю, что вот здесь, может быть, вот это может быть показателем, что это такая вот игра в догонялке, как будто может быть. Или если близость также наступает слишком быстро. Например, если только познакомился с человеком, и уже у нас всё сразу с ним случилось. То есть я ещё не знаю про него ничего, я его уже люблю, и мы уже сексом занялись, и, в общем, всё у нас такое же сладкое. Это такое слияние, называется у нас слиянием, когда мы проскакиваем вот эти там стадии знакомства и там узнавания друг друга, где настоящая близость возможна, когда я, я, ты, ты, и вот мы как-то там приближаемся постепенно друг к другу. А можно из-за вот этого же страха близости или страха постепенно раскрываться или постепенно друг к другу узнавать, или показывать себя там со всеми своими достоинствами, недостатками, то можно сразу вот так вот слиться в сладком слиянии. Вот, но, к сожалению, это тоже не очень долго работает, слишком быстрое и как будто бы близкое начало, но это не совсем близость. Есть такое ещё понятие, мне нравится, называется псевдоблизость. Это когда мы вроде бы так уже близко, и так уже у нас всё сладко, и так нам вместе хорошо, но мы не рискуем появляться собой своими какими-то, как нам кажется, не самыми привлекательными чертами или какими-то сложностями, ну, сложностями своего характера. Это, получается, встречаются два такие человека, которые поворачиваются друг к другу очень такой привлекательной стороной и вступают как будто бы в близость. Но тогда важно сказать, что это некоторая псевдоблизость, потому что мы в ней ещё не совсем настоящие, а настоящая близость наступает там, где я рискую быть собой, со всеми своими трещинками, затрещинками и прочими сложностями. Я думаю, что клиенты приходят в терапию чаще всего или, возможно, даже всегда с проблемой в отношениях, ну, в отношениях с кем-либо или с чем-либо. Есть сложные места в жизни, из которых я обычно ухожу. Ну, в общем, когда мне становится тяжело, то я ухожу. Ну, к примеру, если я понимаю, что сейчас уже близко окажусь к другому, ну, или неважно, или мне стыдно становится, или страшно что-то происходит, то вот в обычной жизни я привык уходить. И про другого человека подразумеваю, что он тоже может уйти, если я там что-нибудь сделаю или как-то покажусь. А терапия, она характеризуется тем, что, ну, во-первых, терапевт остаётся, и это очень важно, что он остаётся, и я могу остаться рядом с ним. Но вот такая точка развития — это что я могу остаться в том месте, в котором я обычно ухожу, и посмотреть, что же там сложно, как там тяжело, и как я могу остаться, и что там дальше будет. Ну, что за этим страхом, что за этим стыдом, что за этим желанием уйти, что кроется за ними? Я думаю, что вот таким образом работает терапия с этим страхом близости в том числе. Ну, плюс, конечно, мы как-то можем узнавать в процессе диалога, как он сформировался, что на это повлияло, что из прошлого, допустим, повлияло на то, что мне сложно в близости сейчас. И как-то это становится живым, возможно, какие-то картинки прошлого и какие-то свои истории, и это проживается по-другому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова